Здравствуйте дорогие раки! Это недельный расклад для вас, неделя с 3 по 9 августа. Сегодня мы записываем снаружи, поэтому там будут разные звуки, не волнуйтесь. Я оставила позиции, как в прошлый раз, совет, антисовет, ну и как обычно 4, как дом, семья, любовь, отношения, работа, финансы. Что вам советуют карты на неделе с 3 по 9 августа? Солнце, радоваться жизни, быть оптимистичными, открытыми, наслаждаться жизнью, наслаждаться солнцем, отдыхать, по мере возможности, естественно, причем так, как нравится вам, делать то, что нравится вам. Солнце это все-таки эго, я, так, и такое действительно детская радость. Но, если кто-то отдыхает, не переусердствовать со спиртным, потому что это антисовет. Женщинам, может быть, не особо доверять вот таким вот, не знаю, очаровательным ловеласам, которые прекрасно находят ключик к дамским сердцам, такие, с чувством юмора, интересные очень мужчины, умеющие говорить комплименты, умеющие очаровывать, очень тонкие, не знаю, там, психологи, да, вот именно такие, дамские сердцееды, будьте с ними аккуратны. Ну, и как антисовет тоже, кстати, это всех раков касается, и мужчин, и женщин, не задушите деток своих на этой неделе опекой, и любовью, и заботой. Вы любите, знаю, все знают, что раки, это такие родители, которые там без конца, дети превыше всего, все ради детей, но вот на этой недельке чуть-чуть так это любите, но сильно, сильно не опекайте. Дом, семья, башня. Ну, во-первых, если у кого-то ремонт или строительство дома, в квартире, на даче, то башня объяснима вполне, что когда там все тут ломается, там строится, тут колодится, там сверлится, все это ясно. А вообще, если у вас никаких строек нет, то башни это могут быть неожиданные события, разные, разные поломки, ну, такое то, что нас, мы переносим обычно травматично такое, оба-на, и мы, нам это не очень нравится, потому что есть какой-то привычный уклад вещей, а вот на этой неделе будут какие-то вещи, которые непривычны, и это может происходить дома, то есть то, что у нас обычно вызывает легкий стресс. Любовь-отношения, тройка кубков, легкое общение. Для свободных раков может быть не одно свидание, и даже не с одним и тем же человеком. А вообще, это у нас не только же любовное общение, это очень хорошее отношение с родственниками, приятное общение, стрекотание, может быть, какие-то совместные вот такие вот посиделки, там все что угодно. На обед в кафешку пошли, дома просто сели, да, за столом, и чай пьем, и болтаем мило. В любом случае, тройка кубков – это карта удовольствия, радости, дружелюбия, легкости, очень приятной атмосферы. Работа – тройка жезлов. Разными способами пытаемся решить разные задачи. И с одной стороны, и с другой, как бы там что ни происходило, мы все равно пытаемся, может быть, по этому, потому что так, как обычно, не получается, то есть я бы не сказала, что это какие-то прям проблемы, но может так статься, что стандартным способом сделать то, что надо, не получается. Приходится искать какие-то другие варианты решения рабочей задачи. И в финансах – карта мир. Здесь мы видим успешные благополучные роды. Врачи довольны, мамочка довольна, руками всплескивает счастлива, лялька здорова, жива. То есть это завершение чего-то, возможно, если вы что-то делали, не знаю, что угодно, это может быть, если кто-то выплачивал кредит, может быть, на этой неделе у вас финальный платеж, и вы как бы цикл этот закрылся, все-все выдохнули с облегчением. И, в общем-то, началась какая-то новая стадия жизни. А также это, возможно, расширение и появление возможностей другого источника дохода, нового, дополнительного и так далее. То есть расширение возможностей. Потому что, как мы видим, здесь завершение чего-то, успешное, удачное, в первую очередь, и начало чего-то нового. Потому что, как бы, беременность, естественно, все всегда волнуются, как же пройдут роды. Здесь все удачно завершилось, и новая жизнь, вот она, пожалуйста. Теперь она будет, эта лялька будет развиваться, расти и так далее. Соответственно, в финансах я бы сказала, что у вас вообще, я говорю, если у вас вот эта стройка, то это вообще у вас великолепная неделя. Помним, что нельзя злоупотреблять спиртным, да, потому что в антисовете это у нас, а король кубков это человек, который может, может увлечься. Ну и когда вы шутите, что-то говорите людям, да, потому что, ну вот я знаю, раков, они такие бывают, ну очень такие вот прям балагуры, общительные, такие шутники. Вы когда шутите, вы думаете, да, что вы говорите немножко хотя бы, потому что вы можете, ух, как переусердствовать, покуда это в антисовете. Но все равно, живите, радуйтесь, наслаждайтесь, любите и пусть у вас все будет хорошо. Желаю вам прекрасной недели, раки, пока!